техника смена времен года автор методики яков козоровицкий эта методика применяется при работе с острым стрессовым состоянием это первая психологическая помощь это та методика которая позволяет проработать психотравму психическую травму это та методика которая применяется при работе вот со стрессовыми состояниями при работе с экстремальным эпизодом жизни человека эту методику смена времен года вы можете использовать со своим психологом либо вы можете использовать эту технику самостоятельно это будет упражнение которое вы можете проделывать нужное вам количество раз то есть несколько раз для начала вам необходимо находиться в состоянии полного комфорта полный расслабленности а именно расслабьте свои руки вплоть до кончиков пальцев вот они как будто бы повисли ощутите тепло в области живота солнечного сплетения в области груди обратите внимание на то как вы дышите ваше дыхание становится спокойным ровным свободным расслабьте спину расслабьте поясницу расслабьте затылок расслабьте ваше лицо мимику вашего лица ноги также до почувствуете тепло и некую тяжесть в ваших ногах расслабьте стопы полностью расслабленный ваш организм и теперь вам необходимо вспомнить ваше психотравмирующее событие снова в своем воображении воспроизведите место где что-то с вами случилось может даже какой-то экстремальная ситуация вас случилось опишите природу что происходит в этом месте в момент того события о котором идет речь что находится в природе что происходит с ней какие вы ощущали запахи какие вы слышали звуки какое это время года какое это время суток это день это ночь вечер утро то есть опишите что в природе опишите саму погоду теперь вам необходимо представить в своем воображении как будет выглядеть это место в котором случилось некое событие в следующем времени года и так вы будете описывать полный цикл года так вот последовательно будете совершать но смотрите очень важно закончить выполнение данного упражнения именно летом то есть допустим что-то с вами случилось зимой затем наступает ранняя весна затем уже полноценная весна месяц май затем лето затем осень затем зима затем опять ранняя весна затем опять поздняя весна и затем опять лето вы заканчиваете цикл именно летом это очень важно допустим в качестве примера давайте с вами вместе что-то произошло зимой теперь прошло какое-то время и наступила ранняя весна становится немножечко теплее вот уже появился первое первое солнце первые лучи солнца которые греют снег начинает потихонечку таять но где-то еще лежит где-то держится вот такой снег становится черным как это бывает весной уже слякоть под ногами уже какие-то лужи уже он такой вот запах весны небольшой появляется и затем потихонечку вот природа начинает просыпаться мы движемся уже к более поздней весне пролет прилетают птицы птицы вьет гнездо или обживают свое предыдущее гнездо вот уже есть чириканье пение этих птиц вот уже есть первые ручьяки которые побежали затем наступил месяц май опять прошло какое-то время как будет выглядеть это событие а это место где произошло событие в мае это более теплое солнце люди уже более раздеты какие-то легкие ветровочки на люди носят может быть какой какой-то холод вдруг случился что происходит в природе до опишите вот эту погоду проживите это состояние допустим люди уже более вот легко более легко одеты появились в мае первые цветочки одуванчики ощутите эти цветочки появилась первая трава прикоснитесь к этой траве затем опять прошло какое-то время и в этом месте случилось лето жарко 30 градусная жара может быть 15 градусов жары до тепла летом всегда разная погода трава опять-таки прикоснитесь к этой траве как много травы как много каких-то цветов допустим полевые цветы что происходит люди которые ну ходят почти вот в майках там в шортах то более такими раздетыми и вот произошел допустим летний дождик ощутите это на своем теле радуга которая произошла прось после дождя затем наступает опять прошло какое-то время наступает осень вот уже природа потихонечку движется ко сну уменьшается продолжительность дня появляются листья на деревьях желтого оранжевого цвета эти разнообразные краски в воздухе в погоде ощущается некая сырость ощутите вот почувствуйте запах этой сырости запах влаги люди все чаще носят собой зонты дождик опадают листья у деревьев что-то еще пока что держится да где-то листва еще держится потом вы ощущаете вот этот ковер из опавших листьев опять-таки тоже разнообразные краски затем пошло прошло какое-то время и наступает зима вот уже появляется первый снег легкий морозе затем более тяжелые морозы все чаще наступает именно темное время суток может быть вы даже сможете вот зимнее солнце себе представить она тоже какое-то другое тоже какое-то особое снег который спускается с небес такими пушистыми хлопьями после зимы просто наш прошло какое-то время опять наступает весна затем прошло какое-то время наступает полноценная настоящая весна пробуждается лето настоящее тепло и дальше вот проделывайте этот цикл уделите да на каждое время года примерно три минуты если же события с вами произошло в здании то представьте погоду за окном которую вы могли бы видеть если же события в здании то что происходило во дворе рядом с этим зданием можно также представить что происходило вообще знаете как что будет в этом месте через десять лет со временем все меняется представьте это место где у вас случилась психотравма и теперь подумайте проиграйте своем воображении что будет там через десять лет возможно какая-то здание какое-то появится какая-то постройка возникнет как все меняется когда мы заканчиваем упражнение именно летом после холодной зимы наступает теплое лето и в природе все меняется и природа сама себя регенерирует природа сама себя спасает природа сама себя залечивает спасибо за просмотр и если видео вам понравилось то делитесь с кем-то ставьте лайки если вы только заглянули на мой канал то если у вас есть желание конечно же подписывайтесь спасибо